Здравствуйте! Сегодня мы говорим с вами о репатриации, в частности, одной из программ репатриации, такой как подготовка программистов. Будет стартовать эта программа в апреле. Сейчас мы с вами посмотрим детали этих всех вещей. Давайте заходим на сайт Сахнута. Официальную ссылочку я приложу в описании к видео, именно на YouTube-канале. И тут есть различного рода программы, обучение трудоустройства специальности дипломированный электрик, программист Java Web мобильных приложений. Вот об этом мы будем подробнее говорить. Водителей подготавливают, водители автобуса, для какого-то предприятия подготавливают, врачи также, повара, учителя. Ну, учителя особенные, математика, физика и химия. Видать, есть трудности у Израиля с этими предметами. CNC, это станки с ЧПУ токарные. Еще раз врачи со стажем менее 14 лет, конструкторы, сборщики, медсестры, медбратья, гостиницы. Ну, тут не готовят, там просто приходишь и вперед в этих гостиницах и работаешь. Итак, давайте перейдем на программиста. Видите, да, программист, основные направления Java Web и мобильные приложения. Так, в общем, она для людей из стран СНГ, имеющих высшее образование, без высшего образования не попадете. Вот, не обязательно, какое оно будет, кто делает. В общем, Тельран делает именно профессиональную часть обучения. Ну, также будет включенный Ульпан. Дальше посмотрим на... Ну, вот есть вот, что входит в программу, да. Хотелось бы сейчас остановиться немного о Тельране. Знаю их не понаслышке, знаю предыдущий выпуск 2014 года, да. Вот, с 13 по 14 люди там учились на программистов. И там получалось где-то человек 25 на программе было. Из них устроилось порядка, там, что-то 23, что-то в этом роде. То есть, практически все устроились. Многие из них, конечно, были уже в теме. То есть, кто-то как-то с этим соприкасался, кто-то что-то писал в плане программировал, да. О Тельране, если будете искать информацию, она в основном, вот то, что я смотрел, в основном негативные какие-то отзывы оставляет, да. Вот. И потом, общаясь с ребятами, ну, все остались довольны. Вот, реально. То есть, то, что было заявлено, они это получили. Получили нормальную работу, получили нормальную зарплату. Все хорошо. Вот. Что бы это? Негативные, да, отзывы? И, ну, я так вот анализировал, думал. Обычно человек, когда устроился, у него все хорошо, ему не до этого, там, писать какие-то отзывы, где-то шариться по форумам и так далее. Ходить, вот это что-то где-то выяснять. А люди, которые обижены чем-то, не знаю чем, жизнью или просто у них такой подход, что давайте, там, вы меня учите, а я ничего делать при этом не буду, да. И потом на выходе получается, что человек не взял этот материал, не понял ничего, не хотел понимать, просто отбыл в лучшем случае. И потом жалуются на то, что вот, там, все плохо, преподаватели плохие, то есть, все, один я такой классный. Но статистика говорит о том, что вот такие вот программы, да, реально, которые привозят из СНГ, в частности, по программированию, они очень, как по мне, успешны. Потому что, почему успешны? Потому что, во-первых, вы приезжаете, вы сразу изучаете иврит, и довольно так, если вам повезет и хороший преподаватель, и хорошего преподавателя получите, то большой шанс, что у вас будет нормальный иврит, если у вас склад ума позволит его взять, да. Ну, иврит достаточный для принятия на работу, скажем так, это не что-то супер сверх, да. Потом готовят, готовят вот, тут вот, как вы можете видеть, что уходит в программу, да. Пульпан иврита, 5 месяцев, в это время, вот, вы учите с утра этот иврит, и, там, пару раз в неделю будут еще профессиональные курсы, ну, подготовка, как бы, такая, начальная стадия, да. Программа рассчитана на новичков совсем, то есть, которые вообще ничего не знают в программировании. Приходят вперед и поехали. Вот, дальше, что они тут пишут. Профессиональный курс с продолжительностью 6 месяцев, это уже после Ульпана. Как бы, общий объем часов. Вот, как раз пишут, со второго месяца учеба в Ульпане будет сочетаться с профессиональной подготовкой. Ну, и потом, как Ульпан закончится, будет уже, будет уже более плотно профессиональная учеба, там, с хорошим, с хорошей нагрузкой, то, что я слышал. Вот. Ну, и по окончании курса будут проекты. Вот, компания дальше, компания Тельран обязуется всячески содействовать процессу трудоустройства выпускников, выполняющих все требования программы курса, успешно его окончивших. То есть, они будут содействовать. Это не значит, что они вам приведут за ручку, посадят за рабочий стол и вы будете работать. Нет, этого не будет. Нужно будет вам основную работу проделать. Они вам помогут составить резюме, там, если надо будет, дадут какие-то рекомендации. Вот. Вот то, что у ребят было, да. И, ну, и ребята устроились, как бы. Но никого за руку не водили. То есть, вас могут, да, там, если есть какая-то заявка к ним, что нужен, там, человек, там, программист на Java, пожалуйста. Кого-то из вас могут отправить, послать резюме ваше. И отправить, если тем, кто хочет человека на работу пригласить, если там все понравится, они вас позвонят, пригласят на собеседование. И дальше только ваша работа на собеседовании. То есть, как вы себя покажете, насколько вы профессиональны в том, что вы делаете и так далее. То есть, вот такая история. Жить будете в центре абсорбции в Бершеве. Лично сам не был, но ребята учились, нормально. Для... на год пойдет, в общем. Вот. Давайте посмотрим критерии приема на программу, потом вернемся к программе курса. В общем, право на репатриацию. Для тех, кто не знает, это нужно пройти консульскую проверку на то, что у вас есть еврейские корни, и вы проходите по закону о возвращении, насколько я помню. Дальше. Высшее образование, высокий уровень мотивации. Это действительно так, без него делать нечего. Возраст до 36 лет, успешное прохождение тестирования и собеседование. Насколько я слышал, уже проводились отбор, да, какой-то. Вот. Не знаю, закончились места, не закончились. Но это уже вам нужно будет уточнять. Базовые навыки пользования компьютера. Ну, естественно. Так, значит, стоимость проживания в центре. Ну, в общем, если вы одиночка, 750 шекелей. Если семья с одним ребенком, то 1000, ну и так далее. Все принадлежности с собой брать, кроватями обеспечат, в общем. Ну, и за квартплату, ну, квартплата, там, за воду, за все это дела, за коммунальные надо будет платить. Начало программы в апреле 2016 года. Окончание после 1 июня 2017. Ну, вот. Чуть-чуть больше года даже. Те, кто приедет, вот, кому будет легко и хорошо, как мне кажется, это те, кто не нулевые, не новички в этом деле. Те, кто уже программировал, программирует и является хорошим специалистом и подумывает о том, чтобы приехать в Израиль и жить в Израиле, допустим. Вот, для них это вариант классный. Почему? Потому что вы платите 1200 шекелей, у вас вводят в курс дела на рынке Израиля, да, по этой специальности. Готовят там, что еще, помогут резюме нормально составить под Израиль, скажем так, там, если надо будет, дадут рекомендации и вам можно не ждать там окончания курса и так далее. Можно уже как-то потихоньку, обучаясь, если для вас это что-то новое, искать потихоньку работу уже. Вот, ну, те, кто приедут новичками, конечно, будет нелегко и просто. Видел, общался с этими ребятами, кто был нулевой, нулевой уровень, да, знания в этом деле. Но, тем не менее, прикладывая усилия, без них никак, они нашли работу. Вот, ну, по стоимости, да, вот, и еще вернемся к стоимости. Стоимость профессионального курса, они тут что-то как-то с нулями, наверное, ошиблись, либо за всю группу пишут, не знаю. Ну, это неадекватная, как по мне, цифра. Может, я ошибаюсь, но вас это не должно интересовать, это 177 тысяч шекелей, а ваше участие это 1200 шекелей. Вот, что дальше? Вот, в период утреннего профессионального курса, после окончания корзинной абсорбции, участники программы получают пособие на жизнь и частичное покрытие расходов на проезд. Да, действительно, проезд оплачивали, и пособие на жизнь выделяли. Там совсем небольшие деньги, что-то в районе тысячи шекелей на человека. Этого, конечно, недостаточно. И либо с собой брать запас каких-то денег, либо идти подрабатывать в какое-то свободное время, допустим, так, да. Ну, и количество участников 30 человек. Со всего СНГ это, сами понимаете, что очень мало, и желающих будет много. Слышал, что планируют еще осенью запустить одну из таких программ, ну, поживем, увидим. Вот, куда обращаться, да, вот, написано в представительстве еврейского агентства. Иногда они дают некорректную информацию, лучше связываться уже с более, как бы, серьезными людьми. Можно даже напрямую с Телераном связаться, почему нет. Контакты вы можете найти, спросить, там, и так далее. Вот, в общем, стучите, и вам откроют. Вот, давайте посмотрим теперь программу, чему именно конкретно обучать буду, да. Сейчас загрузится, вот, загрузилась. Так, 2016 год, Java Basic, базовый курс будет. Почитайте, что, почем и как, что именно, 100 часов. Далее идет Advanced. Тоже видите, что, что здесь и как. Далее идет 150 часов Advanced. Web Client Programming, что уходит, HTML, CSS3, JavaScript, JS, JS Functions, JavaScript, jQuery, AngularJS. Ну, интересно. 50 часов. Дальше, iOS, iPhone, 80 часов будет. Приложение под iPhone, Android. Тоже, пожалуйста, 50 часов. Ну, и дальше проект. 350 написано. Часов. И всего 780 часов. То есть, как по мне, интересно. Вот, я сам задумываясь об этой программе, но уже как на вечерние курсы взять. Конечно, это для меня будет, не будет стоить там 1200. Это будет гораздо больше стоить. Пока не узнавал в процессе раздумья, но надо будет уточнить, что это будет стоить мне. Ну, а для вас это вообще смешные деньги получаются. Ну, давайте быстренько еще взглянем на расписание программы. Что у нас здесь происходит. Ну, там, я думаю, что ничего особенного. Ну, для вас, если надумаете и вас возьмут, то будет, мне кажется, интересно. Ну, заезд на программу. Ну, то-то-то, ульпан, вечерний профессиональный курс, утренний профессиональный курс. В общем-то и все. Пока.